здравствуйте дорогие мои друзья пошел вот гулять собаками до озера поле распаханы за мной вот видите беседка охотников такое здесь у нас есть замечательное место здесь наши местные охотники собираются тут у них костерок они бывают стреляют по банкам в общем выбивают выпивают не без этого но вот сейчас сейчас вот на это на эту беседку были ветра и упала береза сломалась и видите такой очень печальный вид чего я вам показываю знаете часто наше сознание приобретает вот такой же такой же печальный вид вроде все живем нормально обращаем внимание на материальную жизнь и вот видите я даже в капюшоне хотя не холодно этот капюшон тоже в чем-то символичность потому что мы ставим сверху вот пытаемся шапкой накрыть капюшоном себя и хорошо не надо действительно голову застудить и мозги правильно надо надо носить но в символическом смысле как бы отгораживаем себя от энергии не чувствуем становимся чисто материальными такими сугубо материальными мир материален тут мне некоторые пишут о том что нет никакой энергии все это фантазии все это шизофрения не выдумывайте но при этом очень внимательно смотрят каждое моё видео удивительное дело то есть все таки где-то в них глубине вот эта семечка сидит они думают но что-то все-таки есть что-то вот трендит этот вот трендит этот дядька об энергиях о чем-то таком ну не верим мы не верим вообще вот мерзавец врет или или сам он это как кого это шизофреник шибанутый а все-таки постоянно смотрят вот это мне больше всего удивительно но зашли один раз сказали да паренек но ты тут лепишь ты лепишь ну и ладно все вышли как боится либо молча вы вышли тихонько заклеивать либо хлопнули сказали все это дерьмо и там я отписываюсь хотя и не подписывался такие тоже есть гром громко хлопнуть дверью я бы не с вами согласен хорошо это не значит что я буду плясать под вашу дудку нет я буду плясать под под дудку духов ветра духов земли хотя и под их дудку я не собираюсь плясать ни по чью потому что душа у меня вольная и друзья мои что хочу то и врачу поэтому как не печально это это говорить это это жизнь собаки тут всегда волнуется и отвлекают меня ну ведь я три минуты а все символизме о том что вот часто наше энергетическое тело представляет вот эти вот такие руины хотя мы думаем что она красивая и мощная только удивляемся почему болезни несчастья преследуют нас и не можем подправить потому что мы не веры не верим в энергию и не можем даже подновить вот вот хоть такое там поставить новые крыши чем-то накрыть поставить новые стропила может быть даже остеклить чтобы ветер и дождь не продували его туда-сюда все пытаемся отградиться капюшончиком еще что-то вообще там маску еще на глазачки вот это самый апогей защита от мира и не понимаем чем мы больше защищаемся от мира тем мы больше попадаем под удар наша энергетика превращается не в чистый прах прозрачный горный ручей вонючая болота в котором уже воды не остается одна тина и только я люблю лягушек но вот эти жабы там квакают а мы думаем ох какие мы возвышенные какие мы замечательные люди да друзья мои несет меня сегодня хотел рассказать вам историю ну мистическую историю которая произошла совсем недавно хотя началась она уже наверное лет 60 назад но эта история не моя а история женщины которая где-то месяц назад обратилась ко мне собаки чувствуют охраняют обратилась ко мне с проблемой она вот ну давай об этом знала как чувствовала но ее стали волновать ее дети не она сама даже не ее мама а ее дети и вот месяц назад мы с ней поработали немножко прокачали энергетику выяснили причины вот вот этих вот этих проблем то есть ну она сама нашла я ей только помог потому что только самостоятельно можно реально понять где вот эти корни где эти проблемы прячутся и удалить их но часто люди не верят себя не доверяют своей энергетике поэтому им нужен кто-то вроде как кому они доверяют какой-то авторитетный человек только только для этого ну и у нас не все получилось это произошло месяц назад и буквально три дня назад она мне звонила с хорошими новостями что много хороших изменений произошло в ее жизни неожиданно что ее тоже удивило и поблагодарила меня и в том смысле что решил я рассказать это как поучительную вещь обычно я не говорю о проблемах людей которые ко мне обращаются но здесь было интересно я спросил ее можно ли я сниму видео и хотя бы так схематично расскажу об этой ситуации конечно не называя ни никаких там имен адресов явок и она даже с этим с радостью сказал конечно конечно потому что может быть еще кто-то в себе узнает вот что-то подобное конечно не настолько может быть трагичное но что-то вот что всю жизнь они живут с какими-то искаженными энергетическими полями которые подчиняясь каким-то существам и обетам обещанием которые даже не они дали а по какой-то причине их их родственники представляете насколько это бывает даже не вы а кто-то кто-то за вас может отдать на откуп энергетику удачу счастья здоровье и даже жизнь как в этом случае и так значит женщина ну уже уже она пожила ей около 50 лет и у нее уже взрослый сын и сейчас сыном начались проблемы то есть он стал хереть болеть ну что такое и в жизни у него какие-то ситуации то есть он начал встречаться с с девушками и все время что-то не так все время что-то такое происходило и самое главное его здоровье начало рушиться вот ему там где-то 22 года начала прямо сыпаться все и у нашей нашей героини наконец-то как бы открылись глаза она давно подозревала что что-то нечисто дело в том что ее мать которая тоже жива уже ей там за 80 лет и отношения у них ужасающие просто хотя они как-то общаются но дичайшая неприязнь и вот это бабушка последнее время очень плотно стала обращаться с внуком и с тех пор у него начало сыпаться здоровье а до этого это замечательная женщина бабушка мать нашей героини вышла замуж давно с мужем прожила где-то лет 20 вот появилась на свет на свет дочка появился на свет сын то есть два ребенка и женщина была властная в чем-то интересовалась вот какими-то этими оккультными вещами гаданиями что в того в то время было принято может быть хотя эти были советские времена но все равно существовали какие-то там бабушки какие-то деревенские ведунь и она их искала ездила смотрела что-то такое там предпринимала и прошло 20 лет и ее муж умер в принципе в молодом возрасте просто начал как говорится чахнуть и умер потом через какое-то время там прошло год-два она снова вышла замуж за другого мужчину тот прожил уже в среднем я говорю в два раза меньше снимут его жизнь через десять лет прервалась тоже он начал чахнуть чахнуть и умер в какой-то момент после этого еще были но уже не но она еще раз выходила замуж еще третий раз и муж следующего прожил это пять лет но я конечно упрощаю вот видите срок сокращался в два раза потом уже были просто так сказать гражданские браки и каждый следующий из мужей жил два раза меньше предыдущего это уже найти просто черная вдова проклятие черной вдовы было видно несколько таких человек последний там достаточно там крепким уже в возрасте человек сгорел за полгода неожиданно то есть уже многим было понятно во всяком случае детям было понятно вот это вот вот эта суть что что-то такое нечисто нечисто в бабуле нечисто потому что вроде хорошая женщина хорош ну властная там конечно своенравно все понятно но что-то нечисто ну и конечно с детьми отношения были плохие когда уже вот умер последний из этих начало проблемы у сына со здоровьем и сын тоже ну не в короткий срок но но умер причем бабушка то есть его мать переключилась на на этого сына стал плотно с ним общаться помогать помогать ему с детьми с внуками и и он после этого начал болеть это же тоже в общем-то быстро быстро ушел из жизни в общем то вот эти события и теперь вот как когда эта женщина обратилась ко мне бабушка начала очень плотно опять вот ее внимание переключилась на внука и он тут же начал болеть и женщина запаниковала понимаете она реально запаниковала она вот наконец-то после десятилетий жизни после можно сказать целого кладбища людей она поняла что причина в бабуле может быть она не виновата но ее энергетик что-то какие-то она так и подозрел что какие-то бесы сидят и пожирают именно мужское мужскую линию проклятие по мужской линии то есть она живет в принципе здоровье у нее силы нормальные но она как приманка на эту приманку яркая женщина идут идут мужчины и и уходит и такая же ситуация в общем-то произошла у дочки она вышла замуж прожила но счастлива 10 лет вот у нее родился там сын дочка и ее муж умер она понимает что проклятие это передалось ей бабуле то есть вот мужской род вымирает понимаете вымирает и вот это осознание пришло к не слишком поздно меня это тоже ну так количество жертв поразил я я подумал у дела друзья мои я слышал о таких вещах но сам столкнулся в первый раз мы поработали с ней прокачали для начала и и энергетику нашли те места такие проблемные где она почувствовал что-то что в ее теле что-то постороннее какие-то сначала смутные вещи она это понимает что что-то не так там вот энергии плохо идет там какая-то болезненность есть что-то не то и сумели мы найти и вытянуть ее понятно что это шло в конце концов через через ее мать и через мать мы вытянули хозяина этого этого всего этой вакханалии это было существо ну конечно в энергетическом теле непонятно не физическом он находится несколько в другом измерении это было абсолютно не человеческое существо это как здоровый паук ну меньше человеческого роста но красно-черного цвета там много каких-то знаков что-то что-то было она даже зарисовала его то есть это ужаса и существо абсолютно холодная безжалостная без человеческий то есть это даже не без это какая-то вот прямо конструкция конструкция для уничтожения именно видите мужская энергетика она поддерживала вот этот вот вот эту приманку в хорошем состоянии женскую линию а мужчин просто выпивала и вот какая-то схема действительно была у него вот типа схему в два раза быстрее удивительно то есть работала прямо в тонкостях мы не стали разбираться потому что слишком это было ужасно и женщина была поражена вот этим но мы сумели сумели отключить и от нее вот это и отключить от бабули самое главное самое главное то есть вот этот рот живших здесь мы сумели вот это вот это отсоединить вот это существует так сказать ему пиндалек то выписать в принципе она ушла достаточно просто просто удивительно просто я думал что как как-то слишком просто не может быть чтобы она столько лет десятилетий держала этих людей это ее в стадо и и коровы она и доила она питалась ним чтобы она просто так ушло я даже опасался нет некоторые вещи делал как бы чтобы она там ко мне случаем не прилипло за это за мои проказы но нет получилось получилось конечно не просто вот вот это было но более-менее реально и и вот сейчас значит прошел ну почти месяц и женщина позвонила сказала что сын сразу пошел на поправку отношения вот ну они живут не вместе отношения с мамой наладились удивительно почему то есть были были очень напряженные тут мама сама вышла на контакт и стала какой-то более душевный более понимающий чего никогда не было любой любая мелочь они вот в контрах были все время у них было вот это вот по любому ну и самое главное сын сразу у него что-то такое появилось там пошло там по работе в личной жизни тоже как как-то пошел пошел подъем ну и и наша женщина тоже потому что она уже боялась отношений ну шарахалась от мужчин потому что не хотела быть причиной причиной их смерти потому что уже понимала и вроде бы что ты у нее там как как какие-то начали эти начало какого-то романа поэтому видите часто часто энергетика первично а мы по своей такой жесткой материальной материальной структуре думаем что мы только настоящее это только вот твердое дерево вот беседки такие кандовые это это настоящее а на деле все мир перевернут на деле энергетика первично она сначала она создает вот эти тонкие структуры а потом уже на на это как бы вот эта материальность мясо налипает и создает вот эти наши наши формы наш мир он кажется материальным духи вьются вокруг нас вот было говорим нету ли здесь нашего паука не следит ли он за нами чтобы в нужный момент нанести удар будем надеяться что нет у меня видите хорошие хорошие охранники 22 волка как у одина обжора и жадина часто вот эти схемы мы перенимаем от своих родителей два волка у левой и правой ноги все друзья мои счастлива постараюсь еще может сегодня какие-то вам истории хорошие вдохновляющие истории счастья освобождения потому что должно вот и у нас должно потому что вот небо на с тучками красивые поле распаха на и передо мной русское поле и вот эта уродливая конструкция которых как в конце концов рухнет и здесь останется хороший чистый лес все нам испытания даются чтобы учить нас тренировать что мы стали силой не заживались не жирели были мощными такими все друзья мои пока счастливым